Итак, обновление ума — это обмен моих мыслей и убеждений на Божьи мысли и убеждения. Обновление ума — это когда я изучаю Слово Божье через слышание и обучение, а затем я утверждаю свои мысли на Слове Божьем, чтобы сделать то, на что я настроил свой ум. Вы слышите меня? Причина, почему враг хочет утвердить в вас свой склад разума, заключается в том, что у него будет возможность влиять на физическую часть вашей жизни. Нам необходимо задать себе вопрос, что за мысли влияют на мою жизнь и почему я дал им такую власть над собой? Хорошо. Римлянам 8.5. Сейчас мы пойдем немного глубже. Для меня было потрясением, я наконец понял что-то, хотя читал это место много раз. Римлянам 8.5. Откроем это место. Римлянам 8.5. Хорошо, смотрите, что говорит Господь. Возьмите все, что я только что сказал, это будет основанием того, что я хочу сказать. Римлянам 8.5. Давайте прочтем вместе. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Итак, вы понимаете, что значит «жить по плоти». Это значит иметь мышление, которое идет против Слова Божьего. Заметьте, живущие по плоти о плотском и помышляют. Они помышляют о плотском. Если вы видите людей, которые живут жизнью, противоречащей Слову Божьему, когда вы видите людей, делающие дела, которые Слово Божье говорит нам не делать, это значит, что они живут по плоти. Своей жизнью они демонстрируют, что их ум сосредоточен на делах плоти. Почему христиане заканчивают тем, что служат плоти? Почему христиане заканчивают употреблением наркотиков? Почему христиане заканчивают тем, что изменяет своим супругам? Лгут. Почему христиане начинают заниматься извращениями? Потому что они не знают. Они не обновляют свой ум Словом Божьим. Если вы не будете обновлять свой ум Словом Божьим, вы будете делать то, на что настроен ваш ум. У вас будет секс вне брака. Вы будете лгать, изменять супругу. У вас будут разные зависимости. Потому что ваш разум не был настроен на Слово Божье. Вам необходимо настроить свой ум целенаправленно. Вам надо поставить будильник на пять часов. Вам надо поставить его целенаправленно. Что бы вы ни делали, вам необходимо знать, для чего вы это делаете. Если ваш будильник зазвенел в пять, значит, вы его поставили на пять часов. Понимаете? Если вы легли в постель какой-то женщине, не бывает так, что люди вдруг впадают в грех и говорят, «О, как я сюда вообще попал!» Их разум уже был настроен соответствующим образом. Чтобы изменить поступки в своей жизни, необходимо взглянуть на ситуацию со стороны и спросить, «Какое у меня мышление?» Итак, когда вы рождаетесь свыше, ваше имя записано в книге жизни. Однако без обновления своего ума вы не будете жить духовной жизнью. А духовная жизнь — это жизнь в согласии со Словом Божьим, а не какая-то мистическая жизнь. Это не такая жизнь, когда человек погружен в неведомые глубины. Это такая жизнь, когда человек говорит согласно Слову Божьему, поступает согласно Слову, обращается с людьми так, как говорит Слово Божье. Это духовная жизнь. Духовная называется жизнь, которая находится в согласии со Словом Божьим. Итак, вы спасены. Ваше имя записано в книге жизни Агнца. Но при этом вы не обновляете свой ум Словом Божьим. Каким-то образом вы усвоили такую идею. Не читай Библию. Не открывай эту книгу. Она для стариков. Ты еще молод. Люди читают Библию, когда им исполняется 50. И вы позволяете другим писать собственную Библию. Все рэп-певцы пишут свою Библию и читают ее. Ведущие телепрограмм пишут свою Библию, и вы смотрите ее. Вы читаете чьи-то послания. Кто-то влияет на вас. Не бывает жизни без влияния. На вас всегда кто-то влияет. И если на вас не влияет Бог, значит, влияет кто-то другой. Вы не настолько оригинальны. Как помочь духовным людям? Страдающим от зависимостей. Иначе говоря, они спасены, но продолжают делать то, что не надо. Я имею в виду говорящих на языках, спасенных людей, которые занимаются сексом с людьми, не являющимися их мужем или женой. Это говорящие на языках, «Спасенные люди». Да, они говорят на языках в церкви. Проблема в том, что они не обновили свой ум. Проблема в том, что они не обновили свой ум. Теперь послушайте внимательно. Мы пытаемся атаковать зависимости молитвой, и когда это не приносит успеха, люди начинают сомневаться в молитве, и возникает заблуждение, что молитва не работает. Она работает. Просто вам надо обновить свой ум. К нам подошла одна женщина. Помолитесь за моего сына. В нем бес. В вашем сыне бес? Да, в нем бес. Но почему вы так думаете? В нем дух гнева. Не могу поверить, что молился за таких людей. Ничего не получается. Недавно я был в отъезде, и одна женщина сказала, что в ней бес, без похотливого желания. А я сказал, «Я не буду за вас молиться. Вам необходимо обновить свой ум». Она обиделась. Когда вы в последний раз читали Библию, «Я не читаю так часто, как надо». Но вот поэтому у вас остается желание иметь секс с женатыми мужчинами. Вы ходите в церковь. Неа. Отдаете десятину. Нет, не отдаю. Читаете Библию. Неа. У вас и через 20 лет будет та же самая проблема. Потому что вы не обновили свой ум. Христиане всегда предпочитают дешевое глубокому. Мы стремимся к тому, что похоже на духовное, но не дающее результатов для ума. Вам надо обновить свой ум. Потому что если в твоем ребенке бес, то мы все видели этого беса. Вам надо обновить свой ум. В Библии сказано, «Глупость привязалась к сердцу юноши, но Розга и Исправление удалят ее от Него». Подождите, подождите. Тут не сказано, что только Розга удалит глупость. Тут помогает изгнать глупость. А Исправление не позволит ей вернуться. Обновление ума. Вы бесчестите своих детей, если бьете их по малейшему поводу. Но если вы будете использовать наказание правильно, то избавите детей от глупости. А такое избавление нужно всем детям. Самый лучший способ разбираться с проблемами, будь то пьянство, курение, это обновление ума. Вот что сказал Иисус в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, 31 и 32 стихах. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете что? Истину. А истина, которую вы познаете, сделает что? Освободит вас». Это называется обновление ума. Надо знать, что утверждает истина, и эта истина освободит вас. Послание к римлянам, 8, 6. Обратите внимание, в 6 стихе говорится, «Помышление, плотские суть, что? Смерть». «Помышление, плотские суть, что? Смерть». Смерть — это разделение. Пример. То, что произошло с блудным сыном. Евангелие от Луки, 15 глава, 24 стих. «Если люди, которых мир убедил, что поступать по-мирски это нормально, но не пройдет много времени, и будет излияние Святого Духа в подтверждение этой проповеди». Мы будем распространяться. Мы будем побеждать. Мы не остановимся. Прочтем историю про блудного сына. Посмотрите, с 11 стиха. Луки, 15, 11. «У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии многих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. Пьянки, гулянки, проститутки, все, что можно было купить за деньги. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, то есть присоединился к миру. А тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, «Но никто не давал ему». Придя же в себя, знаете, что он сделал? Он задумался. Сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему, и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв». Минутку, но ведь он не был мертвым. Что отец имеет в виду? Был мертвым. Сын был отделен. Он был отделен от отца. Был отделен от обеспечения, заботы и утешения отца. Понимаете, когда вы в духовной смерти, то вы отделены от того, что Бог может сделать для вас. Отец хотел помочь ему, но сын был отделен от отца. Неправильное мышление привело сына в мир. Неправильное мышление отправило его в мир, а правильное вернуло к отцу. Отец сказал, «Мой сын был мертв» или «отделен от отца». Сын был отделен от своего отца. Многие не могут освободиться, потому что мертвы, то есть отделены от Бога Отца. Они отделены от отцовского обеспечения и утешения. Многие люди не могут наладить свою жизнь, потому что мертвы. Они пытаются выяснить, почему это не работает. Я не могу понять, как так вышло. Я думал, что получу эту работу, и не получил. Как получается, что я не могу получить это? Почему это не работает? Потому что они мертвы для обеспечения Отца. Они мертвы для Его утешения. Отец хочет обеспечивать. Отец хочет утешать вас. Но когда вы становитесь гражданином мирской системы, и когда неверное мышление начинает управлять вашей жизнью, вы мертвы по отношению к отцовскому обеспечению. В отличие от популярных мнений, мы все дети Божьи. А истина в том, что нет. Мы все Его творения. Но не все дети Божьи. Но когда вы обновите свой ум, вы войдете в совершенную волю Божью. Предположим, что блудный сын молился бы каждую ночь об избавлении и о чуде. Тогда он все равно остался бы мертвым и отделенным от Отца. В некоторых случаях нужна не молитва, а обновление ума. Вы должны пойти к Отцу. Отец не придет к вам. Блудный сын должен был прийти к Отцу. Отец не пошел на поиски сына. Вы должны прийти к Отцу. Вы должны прийти к Богу. Бог не станет искать вас. Вы должны прийти к Нему. Почему? Когда сын вернулся к Отцу, что он сделал прежде всего? Покаялся. Прежде всего он сделал что? Покаялся. Он пришел не с объяснениями, почему он это сделал. Он пришел не с причинами, почему сделал то, что сделал. Сын пришел с покаянием. Он сделал не так, как Адам. Отец, это произошло из-за женщины, которую ты дал мне. Блудный сын, вернувшись, покаялся. Некоторые люди винят наследственность. У меня плохая наследственность, и поэтому я алкоголик. У меня плохая наследственность, и поэтому я гомосексуалист. Просто у меня плохая наследственность. Люди стараются свалить вину. Они стараются найти кого-то или что-то для обвинения. Блудный сын никого не обвинял. Он покаялся. Мы должны брать на себя ответственность, и мы должны каяться. Оправдание и причины — это подготовка к тому, чтобы сделать это снова. Покаяние — свидетельство изменения. Истинное покаяние — это значит мыслить по-новому. Истинное покаяние — это изменение разума. Это разворот. Это значит изменить свой разум и пойти в другом направлении. Вот что значит истинное покаяние. Знаете, покаяние нужно нам, а не Богу. Я изменю свое мышление по этому вопросу. Вот это покаяние. Подумайте. Покаяние говорит, «Я изменю свое мышление по этому вопросу». Откройте книгу из Зекиля. «Я изменю свое мышление насчет этого, Господь». Я попал в эту ситуацию из-за своего неправильного мышления. Я получу избавление благодаря правильному мышлению. Вы попали в эту ситуацию из-за неправильного мышления. Вы получите избавление благодаря правильному мышлению, которое находится в согласии со Словом Божьим. Книга из Зикиля, 18 глава, 30 стих, и Зикиль, 18-30. «Посему, я буду судить вас, дом Израилев, каждого по пути его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Покайтесь и обратитесь. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешили вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев?» Видите? Думайте по-другому. Обратитесь, измените свое сердце, измените свой ум. Если ваш брак не такой, как вы хотите, задайте себе вопрос, «Какие мысли я должен изменить?» Не ходите и не говорите всем вокруг, «Не знаю, почему у меня такие отношения в браке. Какие мысли мне надо изменить?» Мой образ мышления должен измениться. Мне надо покаяться. Думайте по-другому. Обратитесь. Пойдите по-другому пути. «Правильное мышление приводит меня туда, где мне надо быть». «Неправильное мышление приводит меня туда, где мне не надо быть». Посмотрите, что сказал Иисус в 4 главе Евангелия от Матфея. 17 стих. Матфея 4, 17. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». В расширенной версии. «С того времени Иисус начал проповедовать, восклицая, «Покайтесь, измените свой разум к лучшему, от всего сердца, исправьте свои пути, возненавидев свои прошлые грехи, ибо приблизилось Царство Небесное». Знаете, что он говорит? Он сказал, «Царство небесное приблизилось, поэтому измените свой образ мышления, чтобы получить от этого пользу». Измените свое мышление. Приведите его в согласие со Словом Божьим, потому что Царство Божье приблизилось. Измените свое мышление. Измените свой склад ума. Бог хочет что-то сделать. Царство Божье приблизилось. Что-то должно произойти, но вам необходимо изменить свое мышление. Помните 22 главу Евангелия от Матфея? В 22 главе сказано, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». Мы хотим любить Бога сердцем, но не хотим любить Его разумением. Вот что говорят люди, и вот какую систему веры они создали. Они говорят, «Я люблю Бога всем сердцем, но у моего разума есть вопросы». И знаете, что вы говорите? Вы создаете систему веры, которая утверждает, что нормально любить Бога сердцем, но не разумом. Проблема с этим, леди и джентльмены, в том, что состояние вашего разума есть состояние вашего сердца. Ваши мысли и ваше сердце есть одно. Каковы мысли в сердце человека таков и он? Я хочу вас спросить, если я собираюсь пойти к врачу, то задаю ли я такой вопрос, «У этого врача доброе сердце?» Я хочу знать, достаточно ли он профессионален, чтобы сделать мне операцию. Бывает, что есть и то, и другое. Он может быть христианином с добрым сердцем, и при этом быть искусным. Но я не хочу попасть к человеку с добрым сердцем, который при этом не знает, что делает. Но именно так и делают христиане. Весь мир знает, что надо пользоваться услугами интеллектуально освященного человека. А христиане хотят пользоваться услугами человека, у которого доброе сердце. Но нет интеллекта. Потому что мы приучены отказываться от разума. Я хочу, чтобы мне отремонтировали машину. Вы христианин? Да. Любите Бога всем сердцем? Да. О, слава Богу, работа ваша. Вы что, серьезно? А может, надо спросить, вы учились этой профессии? Прежде чем вы коснетесь моей машины, вы знаете, что надо делать, человек с добрым сердцем? О, мне нужен адвокат с добрым сердцем, который любит Господа и молится в духе. Да, но знает ли он, как вести дела? Голова и сердце должны действовать вместе. Склоните головы, закройте глаза. Послушайте меня очень внимательно. У вас много учителей, и очень мало отцов. Я стоял перед вами сегодня и служил с позиции отца, который жаждет, чтобы его дети поступали правильно, который не хочет, чтобы они в дальнейшем разочаровались, чувствовали, что их подвели, что молитва не работает, и что Богу нет дела. Я, как отец, честно говорю вам сегодня, мы упустили этот момент. Мы пытались достичь духовного прорыва, но при этом пренебрегали обновлением ума. Я хочу видеть, как вы побеждаете. Я хочу видеть ваш успех. Я хочу, чтобы вы стали такими, как хочет Бог. Слушайте Слово, изучайте, смотрите. Пусть Бог говорит вам об этом, дает откровение и меняет вас. Если вы, послушав это жизненное послание, выйдите отсюда, а потом вернетесь таким же, тогда Бог будет судить вас. У Бога три способа воздействия на нас. Первый, Он попробует убедить нас и обличить в нашем сердце для того, чтобы мы изменились. Второй, Он даст нам пророческое послание. Думаю, вы получили его сегодня. Но если первый способ не сработает, и второй тоже, тогда Богу остается применить третий, который называется скорбь. Если вы выживете после нее, тогда, может быть, сможете насладиться плодом покаяния. О Боже! Я прошу вас сегодня, умоляя милосердием Божьим, оцените свою жизнь. Прошу вас, пожалуйста. Наступают серьезные события. Прошу вас, пожалуйста. Оцените свою жизнь. Прошу вас, прошу вас, пожалуйста. Изменитесь. Вы можете это сделать. Все, что вы сделали, Бог простит вас и очистит. Будь милостив к нам, Боже. Будь милостив к нам. 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 Будь милостив к нам.